Итак, народ, всем привет! У микрофона, как всегда, самовар, и сегодня мы с вами будем играть в Парагон. Для тех, кто не в курсе, наверное, стоит начать сразу с небольшого предисловия. Парагон представляет из себя что-то наподобие мобы, и... да, она похожа на смайт, которую я уже когда-то делал обзор, вот. И, в общем, эта моба, она, в принципе, пока что неплохая, она находится, правда, в открытом бета-тестировании, и уже каждый, каждый уважающий себя и не уважающий себя ютубер, да и вообще человек, который делает видео по доте и прочим плохим играм, он сделал видео по Парагону. Ну, я подумал, типа, чё, я хуже, что ли? Ведь совсем недавно, буквально на днях, по-моему, 16 августа, если не ошибаюсь, она перешла в открытое бета-тестирование закрытого, и поэтому я подумал, что есть какой-то смысл, наверное, показать вам её, если вдруг, например, о ней не знали. Так, наверное, стоит отметить, что разработчиком является немалоизвестная компания Epic Games, которую подарили нам Unreal Tournament и такую серию игр, как Gears of War, и, в общем, это классная компания, насколько я знаю. Играл я, правда, только в Unreal Tournament, но, да, не суть. Вот. Пока что впечатление двояко об этой игре, ибо набил я сегодня шестой уровень, ну, то есть, я поиграл, то есть, я не сразу, знаете, пошёл записывать видео, какие-то дауны, и я не буду сравнить её с Харсоном, потому что какие-то идиоты, ну, я не буду, конечно, текать по пальцам, но какие-то кретины увидели в этой игре частичку Харсона, хотя от Харсона здесь только слово карта. В этой игре есть такая система карточек, это что-то типа... что-то типа артефактов, которые можно улучшать и, например, составлять колоду артефактов, то есть, артефакты, которые у тебя будут в магазине, вот, как-то так заранее, то есть, ещё до самой игры. Вот. Ну, это сложно объяснить, это надо играть, понять. Я сам до конца, откровенно говоря, не понял, но в Харсоне я вам, наверное, передал. Здесь, так я это понимаю, нету топа, бота, низа, есть право, мид, лево. Всё, вот так вот, например, выглядит. К слову, мини-карта, да и вообще сама карта, она, собственно говоря, абсолютно идентичная карте из смайта. Для тех, кто, ну, те, кто играл в смайт, они знают, о чём нет. Да и вообще, в принципе, сама игра по себе похожа достаточно сильно на смайт, но сравнивать их ни в коем случае нельзя. Ещё, если вот продолжать даже сравнивать со смайтом, то она всё-таки более интересная, как по мне, ибо разработка идёт вообще полным ходом, каждые две недели выпускаются новые персонажи, и донат не такой жёсткий. Ну, точнее, ну, донат, в принципе, такой же, как в обычных мобах, стандартных. В отличие от Лола, конечно же, здесь нельзя купить какие-то руны, как в Лоле, чтобы там усилить себе скиллы. Здесь только визуальные всякие штуки, ну, как скины в доте, например, ну, и вы понимаете. То есть, абсолютно обычный донат, который у нас присутствует во многих играх нормальных. Вот. Скачаем мы себе ульту, вроде бы кто-то был. Так, здравствуйте, здравствуйте. А что это мы тут делаем? Так. Интересно, что это здесь парень загулял так? Покрутимся, что ли, на него, я не знаю. Нормально он грибает, нормально, нормально. Блин, в КД у меня, к сожалению, находится мой скилл. Блин, я ведь не догоню, наверное, да? Говно такое шустрое. Ну, давайте побегаем, давайте побегаем. О, привет. Ну, тогда я тебя убью. А я, ребят, вообще-то, понимаю, не понимаю, что им бьют сейчас, им там больно, хп там тикает. Ясненько. Ну, ладно. Хорошо, бежал за одним, убил другого. Окей. В принципе, как к любой другой мобу, я достаточно быстро адаптируюсь, как бы это, честно говоря, не звучало, но, да. Более-менее, поиграв в пару-тройку игр, уже можно понять, что из себя представляет эта игра, как в неё играть. За эту персонажа, до которого я сейчас играю прямо сейчас, я играю уже где-то вторую или третью игру, знаю, какой скил у неё делать. Вот это, если сравнить, его можно, наверное, ну, пульт C, это, знаете, это наш Лерик, который после смерти воскрешается, но при этом ещё потом воскрешается на месте, и, короче, с неба так падает. Ну, в общем, круто это. Так, сейчас я с этим парнем разберусь. Он опять огребает. Зачем он не кидается, если он огребает от меня? Совсем дурак. Ну, кстати, я играю не с ботами, играю прямо сейчас, то есть я разговариваю и играю одновременно, это, как вы знаете, сложно достаточно для меня, потому что я не настолько умён, хотелось бы, чтобы выполнять две таких сложные задачи, как разговор, точнее, ведение монолога и одновременная игра, это для меня очень сложно, да. Я никогда не отличался особым уровнем интеллекта, ну, сейчас не об этом. Что ещё можно сказать об этой игре? Нет, фарм здесь есть, да, здесь фарм, нет ДНР, соответственно, как в Доте. Вообще, я не видел ещё ни одной мобы, кроме Дотов, в которой есть ДНР, откровенно говоря. Хотя я переиграл практически во все мобы, которые в принципе существуют, вот реально, наверное, во все, да, действительно во все. Вот, единственное, может быть, я пропустил... Нет, я, в принципе, даже ничего не пропустил реально, я вот сейчас думаю, я во все играл. Может быть, есть ли какие-то только андеграундные мобы, которые там разрабатываются. А, у меня улица есть, давай, бро, давай, бро. Let's go fight. Сейчас вы в твоём ещё и огребёте здесь, лол. Дратути, дратути. А чё такое? Ну, видно, что ребята такие жнычки, как я, они просто не знают, что делать, типа, они думали, что меня убили, а там, наверное, отображается то, что, типа, что они меня на самом-то деле не убили. Но, в общем, да, огребление, конечно, знают. Наверное, можно и хилочку теперь юзнуть. Здесь, как и в любых мобах, кроме доты, наверное, есть кнопочка B, которая возвращает нас на базу. То есть нажимаете B. Вот идёт каст телепорта на базу. И тем самым мы спустя какой-то промежуточек времени телепортируемся на базу, где мы сможем проапгрейдить свои карточки. Карточки, это вот эти вот штуки, как вы понимаете, карточки. Это артефакты. Короче, не думайте об этих картах. Знаете, карта, это не карта, это просто артефакт. То есть, если сравнить с дотой, то это, например, вот этот вот кусок. Мы покупаем его, два раза кликаем. И это у нас получилось, мы накупили, например, кусок дезолятора за 300 золотых. Ну, помните, такой кусочек, который минус 3 армора, к примеру. И тем самым потом мы начинаем его грейдить. То есть, покупаем вот эти вот мифрилхаммеры за 1600. Здесь есть вот три варианта, как мы будем грейдить. Например, я могу вот этот кусок купить, вот этот кусок купить. И вот этот. Мне на все хватает. Вот здесь вот, типа, вот эта валюта, за которую мы покупаем. И я сразу же купил себе, считайте, полноценный артефакт, например, который собирался из трех других менее дорогих артефактов. Вот примерно вот так. Только, считайте, его нельзя собирать, например, сразу с самого дорогого кусков. Сначала вы покупаете самый дешевый, и потом уже грейдить его. Примерно вот так. То есть, это происходит апгрейд самих артефактов. Вот, это не карточки, карточки это слишком сложно для нас, дотеров, да и вообще любых людей, которые играли в моб, мобы различные, это сложно, карта непривычная, я не знаю, зачем они ввели вот эту вот штуку с карточками, не понимаю, вот, хоть убейте, я не понимаю, мне она, кажется, безумно сложная, да и ни к чему она здесь вовсе, можно было бы сделать, ну, типа, знаете, наверное, пытались как-то выделиться, не зашкваренные вот эту систему делать артефактов, ну, в принципе, да, в принципе, если разобраться, я думаю, очень даже удобно будет. Хотя я пока что, ну, вот, что он делает, зачем он под тавром стоит? Тавры, кстати, здесь очень-очень-очень больно бьют вообще на всех стадиях игры, так что под них лучше не лезть. Эту игру, в принципе, сравнить можно только если с лолом или со смайтом, потому что от доты здесь, ну, только жанр моба. Здравствуйте. Вот эта крутилка, это типа как у Джиггернаута, только во время нее я еще могу и стукать. Так вот, стук, стук, убил. 4-0. Ой, 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 мисклик, ой, мисклик, хотел прыгнуть, перепутал. Ну, ничего страшного. Пускай он думает, что я придурок и не лезет ко мне. Так, угу, угу. Ну, давайте. Так, ну, этот парень вообще ничему не учится, как вы видите, уже какой раз он влетает в нас и все заканчивается одинаково примерно. Вот. Иногда мне очень сильно кажется, что я совсем не бью, например, то ли урон не проходит, то ли вообще какая-то хрень непонятная. То есть вообще их недоможет, то есть очень мало урона. Не знаю, с чем это связано, может быть, просто еще непривычно, но бывает у меня такое чувство, как будто я, знаете, бью и вообще пофиг. Ой, ой, наверное, сейчас лучше отступить от них, да? А хотя нет, давайте, давайте драться, че? Поехали, бро. Ой, их тут много. Ой, их тут очень много. Одного-то я заберу уж точно, наверное, да? Кстати, дальниками здесь играть очень сложно, как вы видите, а он попасть по мне вообще не может. Ну, хотя, если вот вы играли в какие-то игры, в которых вот есть такой вид, то есть я знаю только одну игру, это смайт, вот. Ну, если у вас там хорошо получалось стрелять, то, наверное, здесь у вас хорошо получится. Хотя не знаю, хотя не знаю. Что по поводу оптимизации могу сказать? Она здесь есть, не прям вот очень-очень хорошая, но она все-таки тут присутствует, да. Грех на нее особо жаловаться, но она тут есть, в принципе. В принципе, играть можно, в принципе. Ой, ой, ой. Нет, нет, да! Фуф. Вот это я, блин, вообще просто прекрасно играю на запись. Обычно все идет вплоть до наоборот. Я играю нормально без записи, а как включаю запись, я просто превращаюсь в какого-то усыно отсталого ребенка, который не может совладать с пальцами и одновременно синхронизировать работу пальцев и мозга, и в итоге получается полнейшая хрень. Это как в доте, вот. Пойти на базу и забыть купить артефакт, например, какой-то. Здравствуйте. Слева, о, справа шкала, это вот эта голубенькая, это экспа, то есть наш опыт, который мы получаем от убийства крипов и героев, а слева вот эта шкала и голды, голды, если на дотерский язык, я даже не знаю. А что это мы тут стоим, а? Прыгай, детка. Ну давай, беги. Че? Эй, блин, какого хрена? Вот проблема всех новых моба-игр, я не знаю, что они делают, я не понимаю, что он может сделать мне, и что он может, например, от меня убежать. Вот это вот сложно, да, вот это сложно, конечно. Ай. 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 Ой. Ой. Да, битвы достаточно эпичные, мне нравятся, весело, в принципе, красивая картиночка такая, радует меня. По графону, да, графон, конечно, здесь мощный, мощный, мой компьютер не особо сильно тянет его даже, поэтому приходится играть на средних настройках, где-то выше, где-то чуть ниже. Ну, в общем, далеко не на максималках я играю, к сожалению, хотя игра красивая. Раскрутиться, бай, раскрутиться, бай, раскрутиться, бай! И ты тоже со мной, ты тоже со мной пойдешь, ты тоже со мной пойдешь, ты тоже со мной пойдешь. Даблкил, просто изи даблкил. Очень здорово, мне очень нравится, когда я убиваю. 10-0. 10-0, ребятки. Прямо вот на ваших глазах я делаю. Ух ты, а здесь фонтанчики, я понимаю, есть, которые можно залезть, и тебя не будут видеть. Да, вот эти фонтаны, это как кусты в лоле, в которых тебя не видно. Знаете, мне достаточно, я горжусь тем, что я играл во множество моб, поэтому, что я могу сравнивать, вполне объективно сравнивать, что я могу приводить какие-то примеры из других игр, это круто. Иметь вот такой вот стаж в моб играх. Это, конечно, не такая повод для гордости, как какая-то золотая медаль, там, за окончание чего-то, или еще какая-нибудь хрень в виде каких-то материальных достижений. Но есть чем гордиться, все равно, хоть в чем-то я преуспел, поиграл во множество моб, да, я буду что-то рассказать внукам. Ну, ну, не надо. Пройти. Так. Кстати, некоторые персонажи достаточно интересные, то есть, они не банальные, и забавные модели у них даже есть. Скины тоже присутствуют. Но персонажей пока мало, но они добавляются каждые две недели. Это круто, конечно, да. То есть, идет активнейшая, самая активная разработка вообще, наверное, которая когда-либо видел, то есть, персонаж каждые две недели, это вообще что-то такое. Так, ну давай, опять с этим парнем потеремся, раз уж он любит такие врывы свои, то пожалуйста. Ой, 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 прям замедление-то какое. Ой. Так, а это что такое у нас? Опа. За этого парня с пистолетиками я тоже играл. Он, кстати, мне очень сильно напоминает Кейджа из Mortal Kombat. Смесь Кейджа и Джаксона металлический, с металлическими руками. И вот, я эпик. Это про меня сказали, я эпик, да. Вот такой вот лор, например, в Overwatch или в Dota, здесь, конечно, пока отсутствует. Но это пока, это пока, я уверен. А еще я могу забрать вот ту вышню, вышку, которую, к сожалению, уже забрали. У меня еще, к слову... А, один раз меня убивали, да, что я вернулся еще с неба. Ну, в принципе, давайте, убейте меня сейчас. Я прям ворвусь вас во всех. Ребятки. Поехали. Уй! Бум! Пошла гора. Ну, я возвращаюсь, конечно, не с фулл хп, 50% всего. И, наверное, все-таки мне не стоит так сильно наглеть, как я сейчас-то делаю. Но могу этого застелить. Нет, не застелил. Но вступить, пожалуй, стоит, да. Пойду я на базу. Здравствуйте. Здравствуйте. Где... Ой, а что это? Ой! 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 Блин, и по тавру прыгнул. Блин, поносный такой герой. Не. Не. Есть минус. Ой, ой. Ой. А, ну я сейчас все равно рез, так что можно воевать дальше. Воюем. А, ну иди сюда. А, ну иди сюда, рыбонька моя. Иди ко мне. Щелк. Щелк. Щелк, минус. Господи, я еще даже и не умер. Да просто охренеть. Ха-ха-ха. 177 хп просто уже, знаете, в тупую лезут, чтобы сдохнуть и, типа, заново возродиться. А нет. А нет. Так, уже 70% мы будем возрождаться. Так, все. Тупо слился, на самом-то деле, сейчас со своим мультом. Но, надеюсь, это поможет в пуше. Да, думаю, должны помочь. Все, поехали пушить. Ты куда? Ты куда? Ты, блин, говно! Ладно. Так, ну зато тавр сломали. Зато тавр сломали. Моя смерть была не зря. Ой. Это что у нас такое? Блин, все в кд. Да, блин, да что такое долгий кд здесь вообще на всех скиллах? Вообще кошмар, блин. Очень долгий кулдаун. Очень долгий. Вообще капец. Не. Ну что, сейчас, думаю, ингибитор мы должны сломать с этим парнем. Невероятно сильно хрен вот этот с молотом. Пару раз играл против него. Блин, такое писящи говно. Так, сейчас пачек подойдет, будем ломать. Поехали, поехали, поехали. Пачек крипов. О, нормально, все, ломаем всем крипов. Так, ну все, минус барак, это однозначно. Так, все, нормально, нормально, сломали. Ой, ой, ой. Прям нормально, нормально, так наваливает. А ну, достану-ка я до тебя. Опа. Поехали. Файт. Ну и куда это он упрыгал-то? Куда он упрыгал вообще? Какого хрена? Как он это сделал? Этенвиз. Ну, варды, наверняка здесь есть какие-то варды, но, блин, это слишком сложно. Приветик. Ой, ой, ой. Так. Эпик. Действительно, эпик, я и не спорю даже. Очень эпик. Здравствуйте. Блин, а что мне? Она меня сейчас бить будет, да? Ну, только не меня, ну, близкий. Да умри ты уже, блин. Ну, в самом-то деле, нет. Просрал телепорт, блин. Ну, говно такое. Эх, перестань. Ну, зато убил его. Зато с иной моей жизни мы сломали. Тавры или с одному товарищу их. Так что все очень даже неплохо, я считаю. Да, кулдау на телепорт нормально, только 160 секунд. Но это такие, как, знаете, как в Лоле способности. Такие мини-способности, которые можно там поменять. Вместо телепорта взять какую-то другую штуку. Вот. Вот, видишь, все, просто все прыгают поочередно. Туда, сюда, туда, сюда. Ну, нет, он уже не уйдет, понятно. В принципе, игра уже выиграна, да. Эпик. Эпик, очень эпик. 19-0, блин, до 20-очки бы добить, конечно, но уже, походу, не судьба. Ну, я же не удивил, что были с ним под фонтан. Которого, в принципе, нельзя уже никак. Надо к нему залезть. Вот. Слишком часто я говорю слово «в принципе», я не знаю почему. В принципе. Ну, и, собственно говоря, ГГ, да. С первого раза победил. Хорошая игра была, как по мне, 40 целых минут. Это очень-очень круто. Фу. Эпичная такая катсценочка. Вот, я самый первый был, я молодец, да. У меня наверняка самый лучший счет. Вот это ливнувшая шваль, которая справа была. Это местный ВР-ка. В ВР-ке они есть везде, в любой мобе. Так, 19-0. Самый лучший счет в игре. Мне очень приятно, спасибо, поиграл. Очень интересно. В общем, здорово. Посмотрим, что нам дадут за такую великолепную игру. Здесь какие-то штуки дают различные после каждой игры. Я хочу заценить, что мне сейчас дадут. Так, здесь сейчас будет... Да, 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 это задание. Так, ну, уровень самого героя я не подниму. Так, да, не знаю, что это за задание. Усиление, символ-лапну. Да, открыта карта. Бла-бла-бла, непонятные штуки. Я не знаю, зачем мне это нужно. Я и так играю. Вот, ну, вроде бы нормально. Символ-лапнули. Вот такой у нас персонаж для тех, кто не успел ее рассмотреть. Ну, и вроде как на этом все. Игра закончена у нас. И, следовательно, мое видео подходит к концу. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Не знаю, буду ли я еще записывать по этой игрушке. Но, думаю, думаю, может быть, нет. В общем, всем спасибо. Надеюсь, вы не заскучали и захотели тоже поиграть в эту игру. Всем удачи. Меньшего брака в Тиму. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!